Пастор Алексей, как Бог управляет судьбами людей и одновременно дает им свободу выбора? Это один из вопросов, детального и глубокого ответа на который нам, пожалуй, невозможно найти, пока мы здесь, на земле. Мы вот именно здесь подходим к той точке, в которой божественный разум превышает существенно нашу возможность понимать. Все, что мы можем видеть в Священном Писании, мы видим несколько конкретных утверждений, утверждений, связанных с жизнью разных людей. Например, был такой царь Кир. Царь Кир – это персидский царь, который был наследником Вавилонской империи в каком-то смысле и значит наследником плененного народа израильского. То есть народ израильский жил на его территории в то время. Так вот, за 150 лет до того, как появился царь Кир, пророк Исаия в 45 главе, или Бог через пророка Исаия, в книге пророка Исаия, в 44 и 45 главе, говорит следующее. 28 стих, который говорит о Кире «Пастырь мой, и он исполнит всю волю мою и скажет Иерусалиму, ты будешь построен, и храму ты будешь основан». И дальше следует целое пророчество о том, как это будет. И потом мы читаем в книге Ездры, когда этот царь вдруг принимает решение. Он принимает решение, чтобы отпустить народ израильский, чтобы они восстановили там храм, как место поклонения Богу. У Кира есть свои собственные идеи, свои причины, почему он принимает такое решение, у него свои собственные какие-то процессы, которые происходят в это время. Но он принимает именно то решение, о котором Бог сказал, что оно будет принято 150 лет до того. Подобных ситуаций мы видим в Священном Писании чрезвычайно много. Мы видим утверждение сердца царя в руке Божией, как потоки вод он направляет его в книге притчи, мы читаем. Мы видим, что Иисус говорит об Иуде. Он говорит о том, что все то, что делает Иуда, идет по предназначению. Но горе тому человеку, который предает Иисуса, то есть Сына Человеческого, Сына Божьего, который пришел на землю. То есть вот здесь мы видим сочетание, комбинацию человеческой ответственности. Это то, что люди действительно делают то, что им кажется правильным на данном этапе, на данный момент. Они исходят из своей собственной какой-то идеи, из своей собственной системы ценностей, из своих собственных желаний. Они действуют, покоряясь своей воле. Но в это же самое время мы видим, как Бог направляет и использует все это для достижения своих целей. Тех целей, которые Он ставит перед собой или Он поставил перед конкретным народом или перед людьми на данном этапе, на данном отрезке истории. Таким образом, мы не знаем точно, как это происходит. Но мы точно знаем, что именно так происходит. Мы знаем, что Бог использует действия людей для достижения своих целей. Мы знаем точно, что люди несут ответственность за то, что они делают. И мы знаем точно то, что в конце концов Божья воля осуществляется и осуществится во всей истории Вселенной. Спасибо, пастор Алексей. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на сайте слово.орг. А ваши вопросы присылайте нам по адресу radio.at.slava.org. Благослови вас Бог. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова